А сейчас я расскажу то, что происходит на самом деле глазами ребенка, глазами учащегося. Что происходит с психикой ребенка, когда на экран выводится вот эта пошлятина. Я сейчас скажу непопулярную вещь, но мое поколение абсолютно точно умирает. Умирает как физически, так и психически. А поверьте мне, ЕГЭ-2021 будет еще интереснее. У нас от дистанционного обучения уже есть случаи суицидов. Именно большевики дали самую главную ценность всем без исключения. Это образование. Учащийся 11 класса у нас, Кипняк Сергей. Есть, Сергежа? Сережа, иди, голубочка, иди. Да, это интересно, 11 класс. Большое спасибо, дорогие товарищи, друзья. Вот у нас тут говорят родители, родители. А что родители, ученики тоже могут отстаивать свою позицию. И если кто-то думает... Спасибо большое. И если кто-то думает, что нас можно не слушать, он очень глубоко в этом ошибается. Значит, начну я с чего. Я хочу вам рассказать об обычном дне, учащегося на дистанционном обучении. Вот он. Я, если что, да, кто не верит. Вот там нам разные интересные вещи рассказывали. А сейчас я расскажу то, что происходит на самом деле глазами ребенка, глазами учащегося. Значит, время 9.25. Классный руководитель пишет в школьный чат. Я не про нашу школьную... Говорит интересно. Да. У меня у сына 5, сыновей и дочери трое. Я каждый день вижу, интересно, какая у вас пройдет. Ну вот, значит, пишет в школьный чат. Ребята, на первом уроке присутствовало 5 человек. Где все? А все либо спят, в лучшем случае, либо, простите за откровенность, курят или пьют на детской площадке под окном. Это наша сегодняшняя реальность. У нас молодежная политика и так в последнее время очень интересная. У нас говорят о том, что заботятся о нашем здоровье. Да, вот, перевод на дистанционное обучение. Говорят о том, что очень опасен ковид. Только что-то, когда у нас в табачках, в подвалах продают и травят мое поколение, о здоровье детей никто не говорит. Никто не произносит ни слова, когда я знаю адреса конкретные, где продают курительные, алкогольные, значит, продукцию. И об этом не говорит никто. Никто не говорит, когда ребенок целый день с утра до ночи сидит за компьютером, сидит скрючившись, впритык к экрану, портит как зрение, так и все остальное. Здесь врачей много, да, я так понимаю, присутствуют. И я думаю, что они сами прекрасно понимают, да, о том вреде, здоровью, который наносится. Я сейчас скажу непопулярную вещь, но мое поколение абсолютно точно умирает. Умирает как физически, так и психически. Это первое, что хотел сказать. Значит, второе. Дистанционное образование формирует неравенство на экзаменах. Вот смотрите, я учащийся города Москвы. Я с сентября месяца не посещаю школу. В Подмосковье все учатся. Почему? Ответьте мне на простой вопрос. Что будет на едином государственном экзамене, который мне, вот как ученику, по-любому сдавать? Просто кто-то будет готов лучше, а кто-то хуже, только поступать нам в одни и те же вузы. И конкурс один и той же для всех. Значит, следующий момент. Хочу задать такой вопрос. Значит, кто ответит за то, что на уроках появляются посторонние лица, которые в интернете получили название пранкеров, показывают нецензурный, порнографический и эротический контент? Вот представьте, что происходит с психикой ребенка, когда на экран выводится вот эта пошлятина. Это издевательство над учителем. В прямом смысле насилие. Голову бы оторвал тому, кто заходит на уроки и вот такое творит. Советский Союз, именно большевики дали самую главную ценность всем без исключения. Это образование. Знания у вас не отберет никто. Можно отобрать здоровье, работу, заработок, но знания не отберет у вас никто. Так вот, именно большевики дали всем без исключения впервые в мире право на общедоступное и бесплатное образование. Только вот скажите мне, как оно сегодня реализуется, когда частные кружки и школы продолжают свою очную деятельность, а бесплатные школы для простых детей труда. Вот мой папа монтажник, моя мама по профессии биохимик, я выходец, сын своего класса, класса пролетариев. Ответьте мне, например, на простой вопрос. Мне не нужно образование? Здесь присутствует огромное количество родителей, да, здесь, наверное, у всех есть дети. Я абсолютно убежден, что ваши дети столкнулись с точно той же проблемой. И также хотел отдельно сказать об учителях. Учителя наши, герои. И именно учитель должно снова зазвучать гордо в нашей стране. Уважение к человеку труда, а педагог это все-таки трудовая интеллигенция, я думаю, все с этим согласятся. Снова должно звучать гордо. Значит, и что могу в этой связи сказать? Вот смотрите, конкретный пример. Учитель задает написать сочинение по русскому языку. И с утра до ночи, даже в ночные часы до глубокого ночи, да, до утра, ему на WhatsApp, на почту, на контакт приходят сотни сообщений. Это что такое? По какой-то писульке какой-нибудь сумасшедшей мамаши учителя можно выкинуть на улицу. Это что такое? У нас что, учителя не люди? Кто дал право вот так вот относиться к учителю, к самой уважаемой профессии, на мой взгляд? Более того, значит, буду переходить к заключению. Значит, вот такую газетку очень интересную раздали нам. И тут называется Советская Россия. Значит, я вот всей молодежи, да, рекомендую. У нас от дистанционного обучения уже есть случаи суицидов. И вот, на мой взгляд, суицид – это самое страшное, что мы можем вообще сделать в нашей жизни, да, покончить. А ведь что значит покончить с собой? Это значит, что человека в этой жизни ничего не держит. Значит, нет ничего, что заставило бы его жить, работать, развиваться, трудиться. И что самое страшное, что сейчас не привито нашему поколению приносить пользу не себе любимому, а обществу, друг другу. И именно поэтому сегодня, именно поэтому я здесь нахожусь один. Потому что мои сверстники не умеют бороться друг за друга. Потому что вам повезло, вы учились в советской школе. А мы уже учимся совершенно принципиально в другой школе. Воспитательная работа, которая и так была очень интересная. А я вам хочу сказать, что у нас 55% учащихся, это официальная статистика, не знают дат начала и окончания Второй мировой войны. Зачем далеко ходить? Вот говорят, что не упало качество образования. Друзья, ВПР 2020 год. У нас путают Сталина с Гитлером. У нас не могут дать определение плану Барбаросса. То есть абсолютно то, что должно быть на подкорке у каждого человека, сегодня дети этого не знают. В ВПР написали чудовищно. И, значит, хочу сразу сказать, результаты были в открытом доступе. ЕГЭ 2020 было чудовищным. А поверьте мне, ЕГЭ 2021 будет еще интереснее. А то, что будет дальше, будет еще интереснее. Вот, например, отменили в прошлом году УГЭ для девятых классов. Ведь почему это было сделано? Потому что были бы одни двойки. Но это же всем абсолютно очевидно. Учителя-герои. Директор наш, герой. В таких условиях осуществлять деятельность. Это надо быть очень сильным и волевым человеком. Значит, поэтому я хочу несколько предложений уже, значит, озвучить по отношению к... Давайте, Сережа, давайте. ...все-таки фракции, да, значит, Коммунистической партии Российской Федерации. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, что какая тут фракция КПРФ, а не какая-либо иная? Все исчезли уже. Вот, значит... Нет, 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 Сергей, все внимательно слушают. Мы доложим результаты на заседание Думы. Значит, я призываю, во-первых, Геннадий Андреевич, лично вас, значит, сделать все для того, чтобы законопроект 95.73.54-7 Был не просто исключен из повестки дня, а просто снят с рассмотрения. Это первое. Второе. Принимаюсь. Второе. Значит, я прошу подумать над разработкой следующего законопроекта. Значит, он должен юридически запретить переводить на дистанционное обучение целиком города, области, регионы. Переводить нужно школы. Ну, и то, и то, говорили, выработать методику, а не просто так. Нет, я говорю о том, что... Очередной чиновник взял и всю школу... Я говорю о школе, если в масштабах школы, но максимум, больше школы, мы не должны переводить ничего. И юридического права на это не должно быть. И последнее, значит, я прошу, наверное, Илону, да, как вот руководителя движения. Значит, Илону, я точно знаю, что наши дети, вот таких, как я, их очень много. Просто они молчат, они не знают, как вот реализовывать свое право. И поверьте мне, что... Сергей, Сергей, извините. Вон Исаако Володя сидит, наш молодежный лидер. Володя, подними руку, проявись. В принципе, а то вы Илону сейчас нагрузите. Илону великолепно трудится. Вот, я просто хотел, чтобы вот во встрече, которая будет организована с санитарным врачом города Москвы, с Раковой Анастасией, значит, приняли участие представители еще и ученической общественности. И чтобы на эту встречу был еще приглашен руководитель департамента образовательной и молодежной политики города Москвы, Молотков Алексей Борисович, если я не ошибаюсь. И напоследок, всем дети, дети против, зафиксируйте это. Спасибо. Поддержим. Спасибо, Сережа. Спасибо. 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 Мы победим. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok